Посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце дна не зайдёт во гневе вашим, и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезные, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. В сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел даёт некоторые нравственные рекомендации своим духовным детям города Ефеса. Так в самом начале предложенного нашему вниманию отрывку апостол пишет, «Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближему своему, потому что мы члены друг другу». Ложь – один из самых больших грехов, которые противны не только Богу, но и другим людям. Преподобный Ефрем Сирин так и говорит, «Кто коснеет лжи, тот ненавистен и Богу, и людям». А преподобный Антоний Великий предостерегает, «Бегай лжи, иначе она отгонит от тебя страх Божий». Отсутствие страха Божия постепенно удаляет человека от Бога и, следовательно, от самой возможности спасения. Начиная в своей жизни лгать, мы тем самым ожесточаем своё сердце и прекращаем верить в то, что Бог видит каждый наш шаг, и что от Него невозможно скрыть ничего. Церковь, как тело Христово, представляет собой единый организм, где все мы – члены, где каждый человек важен пред Богом. Мы не должны обманывать друг друга, хитрить по отношению к своим братьям во Христе, но должны всегда поступать по любви и справедливости. Только такое взаимодействие позволит христианское общение пребывать в единстве веры и любви. Ещё в Ветхом Завете мы читаем «Клевещущие уста убивают душу». Правдивость – то качество, которое позволяет человеку жить в праведности. Честны же мы должны быть не только соучастниками веры нашей, но и со всеми людьми, даже с теми, кто ещё не обрёл Бога. Ведь из Евангелия мы помним, что Господь видел ближнего своего даже в Самарянине, который для прочих иудеев был хуже чужеземца и еретика. Но в особенности, конечно, состраданием и любовью мы призваны заботиться о братьях наших во Христе, делать всё не только для своего спасения, но и для спасения ближних, ибо именно такое отношение является единственно богоугодным действием. Продолжая свою речь, Первый Верховный Апостол отмечает «Гневаясь, не согрешайте. Солнце, да, не зайдёт во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Таким образом, Павел показывает, что гнев – одно из самых излюбленных орудий врага рода человеческого, при помощи которого дьявол уводит человека от Бога и спасения. В одном из раннехристианских сочинений, приписываемых мужу апостольскому Ерму, так и говорится «Если не будете удерживаться от гнева, то потеряете всю надежду спасения». Гнев – это тяжкий грех, и, как всякий грех, он разрушителен для человеческой души. О том, насколько губительной страстью является гнев, очень хорошо пишет преподобный Ян Лествичник. Пламя, раздуваемое сильным ветром, может за кратчайшее время принести намного больший вред, чем медленное горение огня в продолжении многих часов. Точно так же и гнев действует в душе человека. Он усиливает все остальные грехи и пороки, и человек оказывается не в состоянии совладать с собственными страстями. Следующий грех, избавиться от которого призывает своих духовных детей апостол Павел, это грех воровства. Апостол пишет «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Воростов – это, по сути, грех против промысла Божия, когда человек своими поступками показывает нежелание принять волю Божию о себе, о том, что для него нужно, а что нет. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что главная проблема воровства или лихаинства, как этот грех именуется в духовной литературе, заключается в искажении доброго намерения человека. Тот, кто ворует у своего ближнего, тем самым показывает свое пренебрежение к нему. Последний грех, к которому обращается святой апостол Павел в сегодняшнем апостольском отрывке, это грех осуждения ближнего. Апостол пишет «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Святитель Иоанн Златоуст советует «Если твой брат согрешил, не поноси его обидными словами, не насмехайся над ним. Ты не доставишь этим ему никакой пользы, но только повредишь. Увещай его, как ему исправиться, и таким образом, может быть, спасешь и его душу, и себе заслужишь милость от Бога». Все указанные пороки являются ничем иным, как раздражением Святого Духа, о чем апостол Павел пишет следующее. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». В крещении, миропомазании каждый из нас запечатлевается Духом Святым. Но чтобы сохранить эту печать и явить ее на Суде Божьем, мы должны всей своей жизнью непрестанно стремиться к святости и торжеству истины, не искажая при этом грехами и беззакониями образ Божий, вложенный в нас. Помня об этом, будем стараться очистить свою душу от всего греховного и порочного, от того, что лишает нас возможности спасения и обожения во Христе Иисусе Господе нашим, Которому слава во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok